айдарет и здесь есть два по двое 106 ем 26 здесь была схема посадки 5 на 3 1 сад как и сажали этот сад закладка и это было на 30 лет назад 70-е годы но 80 не 80 50 80-х годов и тогда еще схема посадки школа садоводства была совершенно другая это было ну 5 на 3 и выращивать большие дерева потом как-то плотнее начал работать на институт с другой стороны это были года когда многие сады вымерзли и около 60 процентов и начали как-то принять новые технологии и здесь тоже это были время когда мой отец только что окончил институт вернул из практики из бельгии и через год после или два после посадки этого сада решили его весь по новой технологии досадить до досадили каждое второе дерево получается 5 на полтора до получилось 5 на полтора то есть каждое второе младше да идет там незначительно по теории да в теории да и там за это есть тоже два типа подвоев 106 м26 ну 30 лет это же уже очень старый сад считает это очень старый сад но этот сад до сих пор плода носит порядка больше 60 тонн гектара то есть его еще корчевать не собираетесь да ну как-то мне об этом не решать это не мурица но сада вот пока ему жалко этого сада просто он в хорош хорошем состоянии хорошем состоянии хорошо плода носит так что можно как здесь видно сделать интенсивный сад тоже напугали как без шпалеры но на этой землях почвы которая здесь видно есть рядом здесь очень песчаная почва раньше здесь был карьер за но это сады на на капельном решении по-другому ничего бы не получилось а столбики то ограждать собирались да это для ограждения это для ограждения так что вот видно что возможно сделать интенсивный сад по такой технологии на 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 полкарликах или на росых подвоях вопрос фармеровки видно что есть веток который старше там чем четыре года на этом дереве нет но это уже вопрос вопрос фармеровки и обрезки что но дерево вроде бы старое но побеги все молодые но Но рядом уже видно садоводцы, уже сады по новой технологии, да, с шпалерой, почему так и расстояние 3,5 на 80 или на 1 метр, почему так, потому что, ну да, вроде здесь можно получить урожай с гектара не хуже, чем на... Уборка удобнее, да? Ну здесь уборка удобнее, но с другой стороны, срок вступления в полное плодоносение здесь намного раньше. Это главный вопрос. И вопрос техники, потому что сейчас платформы, оплескиватели, все работают с этими посадками, и 3,5 максимум 4 метра. Угу. На 5 уже как-то платформы рук не хватает на 2 страны собирать или обрезку делать. Из-за этого вот этого уходим. Это что касается яблони, да? А вот вишня там больше, да? Вишню потом поедем, тоже отдельно вопрос это будет. Но здесь как-то совсем другой сорт, это Red Delicious сорт здесь растет. Видно количество цветущих пучек на этом сумасшедшее большое. Это все от зайца, от сетка, да? А сетка от зайца, да. А зачем тут сетка? На якоре. Видели? Видели. А, понятно. Вот, а ведь ночью как обработку делают, белую сетку лучше видать из трактора. А тут зайцы идут, но зайцы едят там где молокое дерево и мягкое. А здесь уже не так опасно. Не так опасно, это ну как, когда нас мясо даст. А рая корова это уже не такая вкусная. А эти сады были молодые тоже их защищали? Да, как были молодые их тоже защищали. Сколько лет защищают? Здесь же эта сетка будет пока она не испортится. Никто этого снимать не будет. И новую уже не поцепить, да? Наверное, наверное, не будет. А этому саду... Если будет проблема с зайцами, тогда ну... Это будем смотреть. Сад это не так, что посадил и только приходили во время сбора урожая. Это надо каждую неделю проходить. Посмотреть по болезням, по вредителям, по зайцам. По такому саду, если не ошибаюсь, три года. И в чем развивается интенсивный сад на карликах, на шпалере и такой тип сада без шпалер. Вот как здесь видно, да? При этом в дереве есть забитый деревянный кол, чтобы не упало. И то, что дерево на 106-м подвое или там сильных подвое... Оно как укрепится на седьмой, восьмой год, оно будет держаться уже крепко. И не проблема. Но первый год, оно по размерам ненамного отличается от этих на М9 или на М26. И если, например, вот это, о таком дереве добавить, да? Оно и на М9, и на полкарлике, или на сильно рослом, ну, будет такой толщины в первом году. И если у него не будет никакой опоры, ему нельзя разрешить плодоносник. Потому что подвесом яблока оно упадет. Упадет. Если мы ему дадим опору индивидуально, или к проволке, или просто деревянный кол, ну, на этом дереве уже можно какие-то яблока оставить. И, ну, все зависит от стоимости яблок. Ну, может окупить эту опору в первом году. Опять же, раньше начинается сбор урожая. Раньше сбор урожая. Все упирается в экономике. Если у нас времени много ждать, так можно экономить на таких вещах, и такой сад спокойно даст полный урожай через, там, 7-10 лет. Если у нас, ну, не стоит ждать так долго на урожай. На второй год что-то можно собрать уже, да, немного? Здесь тоже, да. Только это, например, как здесь на второй год можем собрать 3-5 кг с дерева. С дерева. Здесь 1 или 2. Хотя это сильное дерево, но за счет того, что у них опоры нет, и не на зараз, если столько подоносить. И надо поменьше ставить. И на второй, на третий год здесь будет еще больше. Здесь, и первый год мы разговариваем о том, о количестве яблок, или килограммов яблок с дерева. При схеме такой там, ну, условно говорить здесь 5, но условно говорить такой, на 4, на 1,5 или на 2, это будет 1200 деревьев на гектаре, да. Если мы оставим по 2 килограмма, это... 1200? Ну, около 1200 по такой технологии. Если оставим 1 килограмм, это 1 тонна, 2, но это 2 тонны. Здесь, если мы оставим на первый год тоже самое 2 килограмма, но здесь 3000 это деревьев. На порядок больше, да. Это будет уже 6 тонн в гектаре. И сейчас, как ответить вопрос? Сколько мы можем собрать килограмм в гектаре? Ну... Поэтому и с дерева все... С дерева... В первые годы надо выходить с дерева. Потому что первые годы количество яблок с дерева здесь и здесь. По возможностям дерева будет похоже, но за счет того, что в первые годы здесь есть опоры, а здесь нет, у этих где есть опоры можно побольше оставлять, потому что весь груз, ну, опирается на... держится на опорах. Притом еще вопрос сейчас говорят о плодоносящих стенах. Это, с одной стороны, формировка деревьев, тип формировки деревьев яблони. А с другой стороны, это тоже ответ на многие вопросы. Сколько можно собрать гектара? Ну, здесь высота будет одна и то же, да. То есть на кроне будет похожа. Чтобы заполнить эту площадь между деревами, надо побольше времени, чтобы здесь заполнить ветками, потому что расстояние... ну, здесь полтора метра или два может быть. Здесь, если у нас 80 сантиметров, даже на полкарлике в течение двух лет мы заполним этот объем, да. А у нас плодоносящие... ну, чем более узкое дерево посадили, то меньше их выращиваем, полностью эту структуру обеспечим. Так что там в течение 7-8 лет урожай с гектара и здесь и здесь будет одинаковый по уровню подоношения. Сколько времени здесь надо доходить до того, а сколько здесь. И сейчас надо посчитать цена яблок, затраты ежегодные, затраты на закладку здесь и здесь, ну и что выгодно. То есть, даже здесь схема посадки другая, но с гектара будет так же, когда все заполнится, да? Ветками, если все заполнится, да? И здесь чтобы заполнить ветками, и здесь чтобы заполнить ветками. Здесь у хозяина были проблемы с зайцами, это одно, а второе с болезнями коры и древесины, потому что здесь раньше был сад. И сейчас посадил сорт, у которого очень жесткие требования по составу земли. И была здесь нехватка микроэлементов, за это он очень сильно болел и страдал, этот сад, от этой болезни. Как, ну, решили как эту проблему? Уже, уже проблемы нет. И здесь, это как для стройки. И за это много деревьев есть молодых в том году посадка сделана. Но, в общем, сад три года, вот и можно посмотреть за три года, дерево уже на полный урожай может выходить. И на этом дереве спокойно, если посчитать эти пучки, да? Можно будет собрать... Около... Сколько здесь? Сколько здесь? Ну, осенью могли бы посчитать яблока и определить плодоношение, какое на этом участке было бы. Ну, так, около 50 яблок спокойно здесь можно получить по 200 грамм. Это... где-то... Сколько? Десять... Десять... Десять килограммов, да? Граммов дерева. Угу. И если не было бы проблемы с этим, что надо было менять саженцы, где-то спокойно бы садовод собрал порядка 30 тонн на третий год. Менять в смысле выпады? Выпады, да. Выпады, да. За счет того, что были проблемы. Угу. Так что, ну, есть возможно, чтобы на третий год собрать порядка 30 тонн. Ммм... Ну, а это уже нормальный урожай, да? Конечно. А если еще вырастить немножко, ну, достигнуть на этом сорте 56 лет, это вполне возможно. Но для того еще года два и будет полное подношение на таком же уроке. Между рядку бастой работаете? И реглон, и баста, и афалон, так что, ну, это ужасно. Реглон, глифосат? Глифосатом... Нет, нет, да? Ммм... Ммм... Некоторые садоводы, да. Некоторые садоводы. Угу. Но некоторые... Баятся... Повредили его. Ну, чтобы там туман не пошел, и чтобы не повредить. Понял. Вы не работаете, да? Ну... Ммм... Мы работаем только в питомнике, потому что у нас сада нет. Мы приехали хозяину, посмотреть сад. Это... Это... И осторожно это обработать. Ну... Я знаю питомники, которые работают с глифосатом, да? В питомниках. Где там вообще... На... 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 Кожу, как попадают, может повредить. Да? Это же питомник. Ну, молодое дерево. Очень... Очень молодое дерево. Ну... Как-то работают. И... 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 Если ты бы сам это делал... Э... Пожалуйста. Аккуратно. Э... Но если... У вас площади не... Как здесь, в среднем 8 гектар. Все не проконтролируешь. Э... Надо, чтобы такие обработки делали рабочие. И следить за ними на такой площади постоянно невозможно. Невозможно. Согласен. А... Сейчас... Доверять в то, что... Рабочий будет ответственный. И как-то будет переживать за то, что сделал. Ну... Жизненный опыт мне не разрешает. Хехехе... Хехехе... Кем бы этот рабочий не был... По... Ну... Какой золотой он бы не был. Ну... Это не его... Это не его деньги. Это не его... Это не его... Ну... гектары закрытий да и дома за это ну как тут когда в общем понятно по яблоне все посмотрим на другие сорта вес уже полномощность а до больше пяти лет до максимально на пятый год до 5 6 год где-то все зависит как там видно что тоже нет старых веток голден да и здесь опылитель каждое десятое дерево вот это между получается просто между деревьями садится просто не меняем схемы посадки просто добавлен просто добавлен ясно опылитель садится позже его можно позже посадить ну там через год через два или сразу после как удобно очень высокие ну как сейчас вы работают садоводы по платформам это не проблема это высота а каждая 10 процентов сада выше но это 10 процентов больше урожая ну это понятно так что и и обрезка и питание и схема посадки и вода в первую очередь это решает вопросы многие вопросы чтобы сад поданосил каждый год чтобы поданосил ровно качественно не через год а а тут капелька другая да смотрю тоньше потому что ряды папа короче два года схема посадки то такая же да да там три с половиной если не ошибаюсь на метр три с половиной на метр все точно так же только младше да 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 а здесь опылители еще нет да да здесь опылители еще нет нет уже есть вот там есть один но вижу 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 здесь от заяцами в первую очередь проблемы бывают зимой летом они не так сильно потому что вот есть и здесь тоже посмотрите этому саду в этом году будет это будет его второй год в том году его посадили да в этом году уже урожай будет какой-то да посчитают 1 2 3 4 5 5 это 25 25 25 26 7 8 9 10 1 30 31 32 33 34 около 40 яблок если посчитаем да на этом деле ну 40 яблок это восемь килограмм с дерево и среднем будет всем так скажем 7 килограмм с дерева здесь трех тысяч от не будет потому что больше метра два с половиной тысяч от деревьев где-то приблизительно на 7 умножить это почти 20 тонн ну неплохо там 15 20 тонн где-то где-то здесь садовод должен собрать если так как но почти талина пока цветущие пучки на если там если не будет цветение пройдет нормально я плене будет нормально но как будут работать в челы это уже другой вопрос это получается первый год будет плодоношение но там в том году уже какие-то яблока собрался да вот там по 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 три пять яблок он собрал в этом году на что какие-то 2 или 3 тонны с гектара здесь собрал что там собрал это вот такое дерево посадка было здесь видео это прирост за угода на получается отсюда так за вот вот такое дерево было в этом году наверное мостово подсадку сделали вот такие саженцы здесь сажали в том году в этом году это было это вот есть не знаю не помню что там в том году разрешили что-то плодоносить не разрешили но возможность было если в этом году этот сад уже будет нормально совсем нормально плодоносить